Приветствую вас! Я бы разделил ваш текст на несколько таких взаимосвязанных, может быть, частей для того, чтобы, так сказать, более грамотно разобраться с тем, что с вами происходит, с тем, что у вас происходит. Во-первых, ситуация такая, что не совсем понятно, сколько вы дружили, сколько вы встречались, вообще непонятно. То есть вы говорите, состоял в отношениях с девушкой 4 года, дружили 2,5 года, жили вместе. Непонятно. Непонятно. Вот это вот непонятно. Значит, далее. Выспрашивать, опустить или бороться? Ответ здесь такой. Бороться имеет смысл только, когда другой человек тоже что-то делает, хоть что-нибудь. Вот. В вашем случае, в вашем случае, девушка не делает вообще ничего. То есть, ну, она, вот что она делает? Помимо того, что вам намекает на отношения. Кстати говоря, вот намеки, это тоже очень такой важный аспект, потому что это вы можете воспринимать то, что она делает, как намек. А она, ну, на самом деле, в действительности, да, это никакого не намека. Она просто может сказать, что играла. Вот. Но. Кстати, эээ, история в чём? История и, в общем, в целом, ээээ, тонкость, эээээ, вся в чём? Дело в том, что человек боится ответственности, причём ответственности, судя по всему, человек боится вообще любой. То есть человек не хочет брать ответственность на себя за отношения, причём любые. Она просто не хочет брать ответственность на себя за то, что с ней происходит. Она поэтому играет, она поэтому делает всё, чтобы, значит, ну, чтобы вас как-то спровоцировать, она хочет, чтобы за неё боролись, если она хочет-хочет внимания, вот, но она не готова к тому, чтобы реально, именно реально в отношениях быть. Ну, я не знаю, может быть, она не готова, там, ждать, может быть, она не хочет ждать, может быть, она считает, что если она ждёт, то это, значит, как-то негативно сказывается на ней и так далее. Вот. А, скорее всего, она чего-то боится. Вот. Но, вообще, по описанию, девочки играют в такой вид игры, которой можно назвать «Поделитесь». Вот. Вы обязательно посмотрите эту игру, вы увидите, что это за игра, а пока эта игра называется «Поделитесь». Вот. Обязательно её посмотрите, я полагаю, что вам многие вещи станут понятными. Вот. Ещё раз. Игра называется «Поделитесь». Вот. То есть девочка не хочет брать ответственность на себя вообще никакую. И любое ваше действие, любое ваше действие, которое вы совершите, будет расценено как ваша активность на неё. То есть девочка задаёт такую ситуацию, при которой выигрыша всегда остаётся она. Вот. Это момент, который ставит вас, по сути, это дело всегда ниже. Ниже, чем она. Она. Я не думаю, что это достойное вообще положение для уважающего себя человека. Далее. Вы пишите, что я люблю её и сильно мучаюсь. Мучаюсь. Здесь есть противоречие. Если вы её любите, вы не мучились бы. Если вы мучаетесь, не мучаетесь, значит помимо любви есть и что-то ещё. Всё. Что именно есть, я сказать не могу, потому что нужно разбираться. Но, как вам сказал мой коллега, и я здесь с ним согласен, что у вас есть намёк. У вас есть симптом зависимости, и соответственно любая зависимость это неуверенность в себе. страх одиночества, отсутствие личных границ, становление интересов других превыше своих и, соответственно, идеализация другого и обесценивание себя. Иными словами, вы ищете в другом человеке того, чего не хватает вас. Ну вот, в данном случае, возможно, будет применима такая аллегория, да, что вот, знаете, говорят, вторая половинка. Вот это вот оно самое. То есть, на самом деле, вот, искать вторую половинку, чувствовать, что человек является вашей второй половинкой. Это и есть, по сути, зависимость и нуждаемость в нём. Завышенная нуждаемость в человеке, потому что, ну, как бы, вы слишком сильно зависите от другого, а это всегда негативно сказывается именно на вас. И здесь, соответственно, мне представляется так, что именно с зависимостью, с нуждаемостью, что не имеет абсолютно никакого отношения к любви, в принципе. Вот. Нужно разбираться в первую самую очередь. Дальше. Дальше ситуация со свадьбой. Ну, здесь момент такой, что, вообще-то говоря, ну, как я надеюсь, вы уже поняли, да, намёки, которые вам даёт девочка, это всего лишь потребность во внимание, не более того. и если вы сделаете что-то для того, чтобы разрушить её свадьбу, да, то это даст ей повод вас обвинить в том, что вы её преследуете и бла-бла-бла. Посмотрите, это разновидность игры насилуют. Тоже об этом почитайте, я надеюсь, вам это поможет. Если девочка не любит человека, за которого она выходит замуж сейчас, если этот человек ей не нужен, например, но она всё равно за него выходит замуж, значит, девочка себя обесценивает и выходит замуж по расчёту. А это значит, что либо она боится своих чувств, либо она просто-напросто их обесценивает. Это в сериалах хорошо, когда в последний момент мужчина там увозит женщину оповторя, не даёт её замуж и так далее. Но по факту таких ситуаций в жизни бывает очень мало, когда реально человек, вот, выходит замуж по нужде. Вот. И бороться за того человека, кто не борется за вас, бороться за того человека, кто бросил вас, ну, я не знаю. Это очень сомнительное удовольствие, если честно. Ну, вот. Которая обесценивает вас. Вот вы сами подумаете, вы не будете о её, например, ревновать, не будете обижаться на неё за то, что она, там, ну, грубо говоря, спала с другими, вот. Ну, вы не будете ничего такого переживать. Вот. Я почему-то думаю, что будете. Я почему-то думаю, что будете. Я почему-то думаю, что вам будет не по себе от этого. Это правильно. Это нормально. Вот. Поэтому я полагаю, что вам, ну, вот, нужно, нужно вот на эти все внимание, на эти все детали обратить внимание. Потому что, ну, как бы, за что боролись, как говорится. Вот. Значит, вот так вот вам можно ответить на вопрос. Ну и то, что вы не свободны, да, это тоже, на мой взгляд, очевидно, что это совершенно очевидно, что вы не свободны, а, постоянно очевидно, что вы привязаны к девушке. Вот. И вы говорите о каких-то вещах, таких как измена там и так далее, но какая может быть измена, если вы уже давно не вместе, и вы говорите, что я не могу ей изменить, то есть у вас эмоциональная привязка очень сильная. Вот. И понятно, что от этой эмоциональной привязки сами вы, в общем-то, не избавитесь. Вот. И, соответственно, с этим нужно работать. Вот. Скорее всего, вы просто-напросто изначально себе не позволяете находиться в дороговых отношениях. Изначально вы, ну, вот вы, например, делаете девушке предложение, да, при том, что вы ещё не заработали и на квартиру, и на сварку. Вот. То есть зачем вы делаете такие предложения? С другой стороны, ну, кто мечтал просто расписать, расписать свадьбу, сыграть свадьбу? Или кто мечтал свадьбу сыграть не такую пышную или, там, по деньгам? Почему обязательно нужно было зарабатывать на квартиру, да? То есть откуда вот такие у вас ограничивающие установки, и как это вписывается в то, что вы... ммм... ммм... мммм... ммм... Я вам желаю всего самого доброго и удачи.